Субтитры создавал DimaTorzok Он как раз пытался найти какой-то компромисс Боже упаси, никаких компромиссов Он вертел все чисто на свой карман Нет, это как бы само собой Но при этом, да, он угождал и Западу, и Путину По крайней мере пытался Позор на себя Я немножко сомневаюсь, не были ли это игры Когда партия регионов, там олигархи из регионов Торговались жестко с Россией по поводу цен на газ Вроде бы реально отвердывались И даже мне известно, что были у Кремля планы такие по смещению Януковича Хотели его заменить на другого человека Некоторые общественные движения в Украине готовили акцию по защите Януковича Защите Васи Януковича Мы все время выступали против Януковича Потом опять против А почему у Вас соответствует свидетельство? Когда Вы выступили за, потому что стало известно Такой план Уже даже реквизиторили Ну, это предположение Это мои конкретные данные Ваши конкретные данные Ну вот скажите, вот если вы говорите Я ничего не могу говорить Не буду, я же не понимаю, что Вы можете подать себе право Нам интересно, как сейчас пись на Майдане Милиция относится к деморным акциям Деморных загаданий Деморных загаданий Деморных загаданий Деморных загаданий Ну, немножко не так было Скажите, пожалуйста, а как Вы относились к акциям, которые были начиная с 19 января Заканчивая 22 февраля Является ли они мирными? Я думаю, что это моя субъективная думка Я имею право на это, да, на это запитание Владимир Чемерис, правозащитник Института Республики Скажите, пожалуйста, сегодня была заявлена акция на 12 часов под администрацией президента Украины Как она прошла? Прошла ли она? Нет, не прошла, но прошла акция марш от метро «Арсенальная» к Верховному совету Где состоялся митинг за мир в Украине Скажите, пожалуйста, а какие организации были представлены на этом марше? Там был представлен независимый профсоюз «Трудовая солидарность» Были представители боротьбы Были представители других общественных организаций Центр доследования суспильства, я Институт Республики Активисты А какие-нибудь притеснения вы ощущали на себе во время хода марша? Нет, это удивительно, но нет К сожалению, мы сейчас отмечаем все-таки ухудшение права на мирное собрание Это было и 1 мая Но дело в том, что по нашему мониторингу сейчас в Киеве не запрещают Ну, по крайней мере, во время того, как председателем городской государственной администрации Не было ни одного иска в суд, запрете каких-либо акций какого-либо направления В то же время мы видим, что ситуация намного хуже на сходе Украины, где все-таки такие акции запрещаются И я бы вообще-то хотел, чтобы такая акция за мир, она состоялась не только в Киеве Не только с требованием к украинскому правительству, президенту Но и состоялась, например, в Донецке, в Луганске, в Славянске С требованием к тем вооруженным наемникам российским, которые пришли в Украину с оружием Для того, чтобы убивать наших граждан и расколоть Украину Скажите, пожалуйста, а вообще в Украине наблюдается, в Украине имеется в виду не в восточной ее части А в той части, которая подчиняется юрисдикции правительства нового Наблюдается ли определенное гонение на политических оппонентов? Сейчас можно сказать, что мы системно занимаемся мониторингом и защитой права на мирные собрания Я могу сказать, что динамика была такова, что к 2013 году это право было более-менее защищено То есть динамика нарушения этого права шла вниз Сейчас, по сути, возвращается ситуация 2012-2011 годов Когда были большие притеснения этого права Если говорить о других правах, например, о свободе слова То сейчас, к сожалению, мы видим, что как российские каналы Которые все-таки в Украине ловятся на так называемой тарелке И идут по интернету Что украинские телеканалы С одной и с другой сторон существует просто то, что называлось агитацией и пропагандой На самом деле, для того, чтобы услышать правду о тех событиях, которые происходят в первую очередь на востоке Украины Надо или там побывать, или выискивать по крупинкам эту правду в репортажах На самом деле, сейчас говорить об украинской журналистике независимой практически невозможно Практически все каналы, они зависимы от олигархов, которые проводят свою информационную политику, то или иначе В России они зависимы полностью от президента и правительства российского И проводят абсолютно их политику На самом деле, говорить о свободе слова сейчас в Украине очень и очень сложно Скажите, пожалуйста, а вы на Майдане присутствовали в качестве участника его непосредственно? Присутствовал, присутствовал Более того, я вспоминаю одну из наших пресс-конференций, Института Республика Мы, видя динамику протестов в Украине И то, что большинство протестов имели именно социальный характер Говорили о том, что Украина в 2013 году стоит на пороге социального взрыва И, собственно, такой взрыв и произошел Но, к сожалению, на самом деле после 30 ноября это был уже не Евромайдан По исследованиям истоты демократической инициативы, как раз требование Евроассоциации было на одном из последних мест На первом месте было требование изменения системы То, которое мы выдвинули еще во время Украины без кучмы в 2000-2001 году Но, к сожалению, Майдан утратил мирный характер после событий 19 января Я был тогда в самом начале на Грушевского Видел там очень много моих друзей, которые брали участие в акции «Украина без кучмы» Видел там и Кличка, там Лешка, Евриевского Все мы как-то пробовали остановить это насилие, которое начало разворачиваться Но, к сожалению, никому это не удалось Но единственное, что я в виде этих людей понял, что они не провокаторы Их на Майдане в это время называли провокатором Эти, которые пошли на Грушевском Но я знал, что они не провокаторы Их, собственно, вывело на улицы Именно социальные причины Ну, грубо говоря, нужда Простая украинская нужда И то же самое сейчас выводят людей на востоке Украины Необходимо, чтобы эти социальные движения Лучшие движения Майдана и Антимайдана объединились Потому что изменения системы никакого не произошло И я думаю, что это для многих уже очевидно И скоро станет еще более чем Скажите, пожалуйста, а вы присутствовали на протестах востока? Мы были в Харкове Кстати, были с такой акцией, которая называлась «Единая Украина» Просто люди ставили свои... Художник Геннадий Гудгарт, очень известный художник Он там разрисовал Дом профсоюзов красными точками в памяти небесной сотни Предлагали людям ставить, рисовать карту своей области своими руками Мы были как на Антимайдане, так и на Майдане Потом мы проводили такой... Ну, это называется по-научному фасилитация Но на самом деле это проба найти общую точку зрения Между представителями Харьковского как Майдана, так и Антимайдана Хочу сказать, что первое, проблема языка никого не интересует Ни с одной, ни с другой стороны Второе, практически по всем проблемам люди нашли общую точку зрения На самом деле украинцы вышли как на Майдан, как и на Антимайдан по социальным причинам И нас хотят примуситы заставить, чтобы украинцы воевали с украинцами Поэтому необходим мир, необходимы переговоры Но переговоры не с олигархами, там, Новинским, Ахметовым, Тарутой, Коломойским Не с бывшими президентами и депутатами разных уровней А именно с социальными движениями Независимых профсоюзов и шахтеров С такими объединениями, как Бородьба, например С движениями пенсионеров, другими социальными движениями Именно с ними, для того, чтобы Если они не будут поддерживать тех людей, которые приехали с оружием из России То у них просто будет гореть земля под ногами И это единственный выход, потому что антитеррористическая операция На самом деле показала, что она, ну, по сути, провалилась Если так будем прямо говорить По сути, никаких результатов нет Она уже длится полтора месяца И неизвестно, сколько будет такими темпами длиться И это уже приводит не только к, наверное, сотням уже жертв Мирных людей, это уже приводит практически к гуманитарной катастрофе Уже десятки тысяч людей с Востока едут сюда Мне завтра, например, родственники из Луганской области приезжают Сегодня появились русские националисты Это будет... Это как ответ При том, что они вымерли Для которых очень важно страну использовать Как украинским, так и русским националистам Как полигон розбудовой нации Только для тех будет своя нация, а для этих своя Ну, я считаю, это просто недоумство Недоумство руководства Анатолий Левин, правозащитник, активист объединения борьбы Скажите, пожалуйста, вот сегодня на 12 часов заявлена акция под администрацией президента Украины Как она прошла? Ну, как видите, я пришел, получается, я все-таки ее провожу Ну, все считают, что один в поле не воин Но, если так все будут думать, то мы действительно не сможем чего-то достичь Я считаю, что каждый человек, который заявил и пришел То он уже внес вклад в развитие нашей государственности И борьбы за свои социальные права Скажите, пожалуйста, а вот недавно совершенно, недавно была попытка задержать Дениса Левина в Харькове Как вы можете ее прокомментировать? Я могу прокомментировать, что это либо он стал кому-то сильно неугоден И от него очень боятся следующих действий И пытаются его либо запугать, либо как-то дискредитировать С помощью прокуратуры, которая сейчас находится под влиянием ВО «Свобода» А также получается, что само воровство людей на территории Украины Было продуцировано нашим государством Когда губернатор Днепропетровщины сказал, что будет платить по 10 тысяч долларов За колорадов, сепаратистов, наемников и все остальное И тот человек, который имеет собственное явление, расходящее с действующей позиции власти То для них сейчас и есть сепаратист, террорист 4 декабря мы были на Хрещатике Мы были для людей тетушками И в процессе это все как снежный ком увеличивается И через полгода, я думаю, нас объявят конкретными террористами И уже назначат награду действующая власть То есть, по-вашему, данный конфликт может затянуться на длительное очень время? А власть сейчас не слышит собственный народ Она ведет переговоры по миру со своими ставленниками в областях Или бывшими ставленниками в областях Бывшими президентами Но не выходит ни к общественным организациям К гражданским активистам И не делает никаких действий В принципе, если бы она хотела решить конфликт По поводу легателемизации этой власти То они, в принципе, забрали полномочия у бывшего президента Виктора Януковича Путем импичмента У них было достаточно времени Вот три месяца, считайте Принят закон про импичмент Чтобы избежать в будущем конфликта По поводу отстранения президента от власти Мирным путем А также, получается, верховная власть Внесла изменения закона про выборы депутатов Но основного, получается, не внесла Это отзывы депутатов легальным способом И демократическим путем И также действующая власть уклоняется От принятия закона про местного референдума На который могли люди выносить Важные вопросы именно в данной области И изъясняться относительно доверия Назначенной власти или выбранной власти В данном регионе То есть Мы выбрали депутата Они назначили какого-то чиновника Коллегиально или не коллегиально Но этот человек идет в разрез с существующим в данном регионе мнением общественности И как легально повлиять Это прямой механизм Это прямое народовласть То есть человек или группа людей Инициирует местный референдум На котором как раз и рассматривается вопрос Доверия или недоверия конкретному чиновнику Скажите, как по вашему Какова позиция организации Да и в общем-то ваша лично По поводу того, что произошло в Украине Является ли событие Майдана И его победа фашистским путчем Тут очень тяжело сказать Почему? Потому что до некоторого времени На Майдане как раз наблюдали социальные лозунги А когда перехватили инициативу националистические группы Вот И на этом коньке вошедшая власть То да, это все-таки какой-то был националистический путь То есть, как по вашему Можно было левым перенять инициативу на Майдане? Нет Левое движение получается Которое действительно отстаивало интересы Вытеснялось с Майдана И как раз националистические вот эти малые группы Устраняли какие-либо зародки на Майдане Ну да, некоторые людей около левых взглядов Все-таки проводили какую-то разъяснительную работу Но должного образа, отклика это не принесло Скажите, пожалуйста, а вы на Юго-Востоке были, присутствовали на протестах? Да, я был в Харькове два месяца Там, где помогал с организацией мирных собраний протестов, пикетов А также отстаивание прав представителей Донбасса в мэрии Харькова Вели переговоры по помощи Харьковской городской администрации Задержанным в доме областной администрации А также получается объединение борьба в единственном регионе Смогла убедить депутатов городского и областного уровня Относительно обращения к Верховному Совету О принятии некоторых законов, чтобы как-то разрешить ситуацию мирным путем Да, была редакция не та, которую мы подавали Которую они утвердили, отправили в Верховный Совет Я перечислил, получается, это закон про местные референдумы На которых как раз можно было и рассмотреть вопросы российской культуры Российского языка И отношения вообще к истории в данном регионе Почему? Потому что все-таки хотите, не хотите Мы выходцы из постсоветского пространства И большинство людей, которые проживают на Донбассе Потеряли членов своих семей в Великой Отечественной войне Ну, другие называют Вторая мировая То есть вы представляете, грубо говоря, их интересы в законодательном уровне? Нет, я представляю инициативу изменения законодательства мирным путем И эта инициатива исходит, в принципе, от тех же самых граждан, которые проживают в этих регионах И которых их просто-напросто не слышит действующая власть Скажите, пожалуйста, а борьба планирует организовывать еще какие-нибудь акции в Киеве? В Киеве очень тяжело организовать акцию Почему? Потому что идет прессинг со стороны правоохранительных органов Со стороны малых националистических радикальных групп Которые готовы устранить оппонента путем физического устранения И сейчас пойдут акции, насколько мне известно, завтра За мир на территории Украины Прекрещение антитеррористической операции В которой как раз страдает мирное население Скажите, пожалуйста, ну и напоследок Объединение борьба Насколько имеет тесную смычку с представителями рабочего класса? Каждый член объединения борьба В принципе является членом рабочего класса Потому что я, во-первых, специальности сам автослесарь-электрик И большинство людей имеют люди технические специальности И это люди наемного труда То есть хотите, не хотите, продавцы это тоже люди наемного труда Это работники И мы постоянно общаемся, отставим интересы независимых профсоюзов Помогаем в создании этих независимых профсоюзов И отставивании их конкретных трудовых прав И анализируя нашу деятельность Мы выступали всегда против изменения Советского кодекса о труде Да, там нужны были какие-то мелкие корректировки, но не кардинальные А с каждым годом действующая власть, которая приходит, пытается ограничить трудовые права именно народа Украины Я из Киева, я киевлянин, я художник Зовут меня Каминский Александр Я поддерживаю эту акцию, я узнал о ней в соцсетях И пришел поддержать, потому что я сторонник мира Сторонник компромисса и сторонник демократии Я вообще демократ по убеждениям И мне кажется, что национализм в нашей стране должен иметь баланс сил Если есть украинские националисты, то сейчас появились русские националисты на Донбассе И, к сожалению, идеология национализма, если ее поддерживать на государственном уровне, это приводит к катастрофе Вот наша страна, по моему глубокому убеждению, форма ее государственности должна быть в виде мультикультурной федерации Но мультикультурность – это не просто слова, это юридический принцип Он должен быть записан в Конституции Вот вместо 10-й статьи Конституции, где записали националисты единая державная мова украинска Кто дал им право такое написать? Никто им не давал Референдум они проводили, никогда не проводили Это самочинно искромсали в ночь принятия Конституции в 1996 году И скромсали ту конституционную работу, которая год проводилась для того, чтобы создать современное государство Такое вот с равным балансом сил Преводили в националистический проект И вот сейчас мы подошли к какой-то критическому моменту Потому что надо менять именно конституционные основы К сожалению, те националисты, которые в результате Майдана пришли к власти Они опять не хотят слышать ничего разумного И в результате их неразумности появляются точно такие же неразумные националисты с русской стороны Я думаю, что национализм это идеология вообще ненависти Как культа нации И она, запретить ее нельзя Но она должна иметь свою нишу Как бы в каких-то группах Но ни в коем случае не на уровне государства Когда это становится доктриной государства Конфликт с Донбассом сейчас, на мой взгляд Это конфликт идеологический в первую очередь Я видел фотографии, когда те люди, которые там сражаются И которые официальные националисты называют террористами А на самом деле это можно по-разному называть Можно добровольцами называть Ополченцами они себя называют Они на касках пишут надпись Я говорю по-русски Это на фотографиях Как можно после этого не видеть, что эта проблема главная для нашей страны Она действительно ключевая Если бы сейчас было принято Во-первых, провести референдум обязательно Дать равный доступ к СМИ разным группам В течение, скажем, полугода или года Обсудить все ключевые проблемы А потом на референдуме решить И мы получаем тогда мультикультурную Обязательно будет у нас двоязычие Как два основных языка Не потому, что кому-то удобна такая версия истории А другим другая Просто людям удобно Просто удобно людям Это называется демократия А не националистическое насилие И мы получаем в результате мультикультурную федерацию Вот такие мои представления Как решить сегодня вопрос Скажите, пожалуйста Вы на Юго-Востоке были после начала событий? Нет А на Майдане вы присутствовали? Я горячо поддерживал Майдан 2004 года Поддерживал с первых же часов В самые трудные моменты Все время приходил Пока не понял, что... И был очень рад вообще его победе тогда Пока не увидел, что странные там вещи происходят С одной стороны Мы поддержим социальные требования А с другой там националисты выдвигают совершенно другие требования Которые я не поддерживал И они как раз используют вот тех киевлян, которые не задумываются над проблемой Я бы тоже хотел сказать, что у нас нет проблемы с языком Но когда будет вместо 10 статьи Конституции написано Мультикультурная федерация Я тогда скажу, проблемы нет с языком Два языка и в равноправии решается все Но сейчас эта проблема главная проблема И она решается не экономически Она решается доброй волей просто Договоренностью народа внутри себя В этот раз Майдан я уже не поддерживал Я видел, кто его лидирует И какие... Я видел, что националистов нельзя поддерживать Социальные стороны Майдана я, конечно же, поддерживал Редактор субтитров А.Семкин